Привет, мои хорошие! Приветствую всех старых и новых зрителей на моём канале. Всем привет, привет, привет! Я хочу сегодня поговорить на тему, как выглядеть достойно. Я не люблю слово дорого и всегда заменяла это слово словом достойно. Выглядеть достойно, качественно, престижно, пусть будет так. Мне нравится слово достойно. Я просмотрела на ютубе видео на эту тему и, конечно же, решила ставить свои 5 копеек. Кому интересно, оставайтесь со мной, кому же не интересно моё мнение на эту тему, то можете подключиться на какое-то другое моё видео или на другого блогера. Ну, поехали! Первый пунктик — это я всегда об этом кричу, везде, почти в каждом своём видео об этом говорю. Это должны быть ухоженные волосы, ухоженные, они должны выглядеть хорошо, они должны быть чистые всегда. Ваши сожжённые концы не должны бросаться в глаза. И, конечно же, кожа. Кожа должна быть тоже ухоженной, выглядеть здоровой. Выглядеть здоровой — это не значит, что она должна быть у вас супер-пупер здоровой. Не всех Всевышний оградил здоровой кожей, поэтому нужно стараться лечить её и делать так, чтобы она выглядела хотя бы здоровой. Но для того, чтобы ваши волосы и кожа выглядела здоровой, немаловажно и общее состояние вашего организма. Может, у вас какие-то проблемы с организмом. Это был первый пунктик — волосы и кожа. Второй пунктик у меня — это подогнать вещь по вашей фигуре, чтобы она сидела на вас идеально. Вам должно быть некомфортно. Я часто покупаю вещи, я заказываю в интернете вещи большего размера, чем меньшего. Даже большего... Я боюсь заказать вещь своего размера, я заказываю большего размера. Почему я это делаю? Вещь большего размера вы можете подогнать по своей фигуре. Маленькую же вещь или вещь, которая вас стесняет, сковывает ваше движение, вы с ней уже ничего не сделаете. Все недостатки вашей фигуры будут видны, и эта вещь будет смотреться на вас как вот с чужого плеча. А вещь, которая вам велика, можно всегда подогнать. Всегда. Я чаще всего так и делаю. У меня нестандартная фигура, и мне практически всегда приходится вещи переделывать. Даже купленные здесь в магазине с примеркой я все равно переделываю. Поэтому вещь должна сидеть по вашей фигуре, вам должно быть в ней комфортно. Третий пунктик это немаловажные мелочи. Это застиранная одежда, зацепки, потерянный цвет, стоптанные набойки, отбитый носик обуви, потертые ручки сумок. Ну, все вот эти мелочи. Вообще обувь. Обувь всегда должна быть чистой. Одежда тоже должна быть глаженной и чистой. Я много всего перечислила, но это в общем. Ненавижу грязную обувь, ненавижу. Прям вот я сразу обращаю внимание у людей на обувь. У мужчины тоже обращаю внимание на обувь. У женщин так подавно. Да, я не покупаю в последнее время дорогую обувь, но я за ней ухаживаю. Моя обувь всегда чистая, всегда аккуратная и набойки. Если где-то что-то потерся, побился носик, я эту обувь дальше носить уже не буду. Я всегда слежу за этим. О том, чтобы надеть неглаженную вещь, об этом вообще речи быть не может. Я часто наблюдаю в ютубе у блогеров, когда они рекламируют вещи, какие-то полученные сайты, в распаковке какие-то. Они вытаскивают эту вещь и сразу на себя цепляют в неглаженном виде. В таком виде показывает. Смысл показывает эту вещь. Смысл в неглаженном виде ее на себя цеплять. Она все равно не будет смотреться. Она не будет садиться так, как должна сесть. Ну, я вот это не понимаю. Вот это неглаженное надевание вещи. Ну, в принципе, все сказала, да? Никаких зацепок, никаких катышек, никаких растянутых рукавов и коленок. Ну, я всегда об этом говорю и вот 251 раз повторяюсь. Четвертый пунктик. Тоже, который я часто замечаю на девушках, это не носите каблуки, если вы не умеете на них ходить. Это смотрится смешно со стороны, когда идет такая красивая вся девушка на высоких каблуках. И у нее от того, что она не умеет ходить на каблуках этих... Или она спотыкается, ноги в разные стороны у нее расходятся. Или же в коленке у нее согнутые. Она их не может разогнуть, потому что, ну, не умеет она ходить на этих каблуках. Я умею ходить на каблуках. Потому что я очень долго ходила на каблуках, поэтому мне не сложно ходить. У меня на каблуках походка намного красивее, женственнее, чем без каблуков. В принципе, так и должно быть. Каблук меняет походку женщины. Походка должна быть легкой. А ваша осанка должна становиться ровной. Если же вам на каблуках неудобно, вы идете вот такая вот грузная вся. Смысл их надевать. Зачем? Ваша походка должна становиться легкой, а не тяжелой. Поэтому, если вы не умеете на ней ходить, лучше потренируйтесь дома. Начинайте с маленьких каблучков, чем сразу надевать 10-12, а то, чего хуже, 14 сантиметров. И идти как подстреленная лошадь. Подстреленный воробушек, точнее. Пятый пунктик. Ногти и кожи рук. Пользоваться кремами и зимой, и летом. Об этом всегда говорю. Если у вас не будет ухоженных рук, то вы не будете выглядеть, как говорится, достойно. Шестой пунктик. Это лучше скрывать свои недостатки, чем показать достоинства. О чем я говорю. Если у вас есть какой-то недостаток, это может быть немного кривоватые ноги, может быть они слишком худые у вас. Достоинства лучше скрыть этот момент, чем показать вашу, не знаю, красивую грудь или красивую попу. Ваша красивая грудь и красивая попа не будет так заметно, не будет так бросаться, заметно, как бросаются в глаза ваши недостатки. Ну, я так считаю, лучше скрыть недостаток, чем показать достоинства. В принципе, это не мое мнение. Я это услышала от какого-то блокера и, в принципе, полностью с ним согласна, поэтому его озвучиваю. Я этим правилом, в принципе, всегда и пользовалась. Я стараюсь скрывать, скрыть свои недостатки. А у меня их, о, как много в фигуре. Седьмой пунктик. Не носите то, что вам не нравится, не подходит, но очень модно. У нас каждый сезон выходят в моду какие-то нелепые вещи, и каждый их должен на себя нацепить. Для меня, например, это нелепые вещи, это носки с босоножками. Для меня это нелепо. Я этого никогда не надену. А еще много чего есть нелепого, которое я никогда не смогу надеть. От того, что это модно. Но знаете почему? Потому что я буду чувствовать себя в этой вещи некомфортно, потому что это не мое, это не мой стиль. Вот поэтому. А если, конечно, как бы это со стороны не выглядело глупо, нелепо, вам эта вещь нравится, вам в ней комфортно, конечно же, носите. Главное, чтобы вам было в ней комфортно. Восьмой пункт. Это никакого просвечивающегося и выпирающегося белья из пододежды. Раньше я об этом как-то не задумывалась, покупала себе белье, и оно, там, брюшечки какие-то, там, кружево, вышивка какая-то, выпирала. Сейчас я стараюсь надевать белье такое, чтобы оно как можно меньше выпирало. Но пока еще я не нашла такое идеальное свое белье, чтобы вообще его не было видно. Особенно это дело обстоит с бюстгальтером, сложно найти, который не выпирает, из-под водоласок особенно. А с трусиками намного проще дело, там, бесшовных, сейчас навалом. Я в последнее время перешла полностью на бесшовные. Когда я выхожу, я одеваю бесшовные труселя. Это обязательно. Так, восьмой пунктик, это, ой, девятый точнее, всегда держите вашу одежду чистой, стиранной, глаженной, висячей шкафу на вешалках. Почему? Потому что всегда вы будете видеть, что у вас есть, что вы можете надеть в данный момент. Вам не нужно будет сломя голову бегать, а где моя вот эта рубашка, эта рубашка должна была подходить к этим брюкам и бежать ее искать, и гладить, и стирать. Всегда держите все в стиранном, глаженном виде, и у вас всегда будет огромный выбор вещей, огромный выбор одежды, которую вы сможете надеть. Десятый пунктик, это меньше нарощенности силикона. То есть, естественно, вот это все, вот эти силиконы, нарощенные, вот куча всего нарощенных выглядит, дешево выглядит на самом деле. Я тоже наращивала, как-то раз я наращивала волосы, одно время наращивала ногти и наращивала ресницы. Но я все это делала по отдельности, все вместе никогда в жизни я не сделаю. Я не против нарощенных ресниц, мне очень нравится, но когда это, знаете, в меру все. Если у вас нарощенные ресницы, то у вас не должно быть еще вот таких вот ногтей и волос здесь с торчащими капсулами. Что-то одно выбирайте. И если вы нарастили ресницы, как у коровушки, то не нужно делать еще татуаж бровей, которые брови отдельно, а ваше лицо отдельно. Ну, я так считаю. Я не против изменения внешности, конечно же. Не всех природа награждает идеальной формой губы носа. У меня, например, вот нос далеко не идеальный. Кто-то меняет, кто-то не меняет. Можно подкорректировать свое лицо, конечно, что даже нужно, если оно вас не устраивает. Но без фанатизма, губы на пол лица и носик вот такой пипеточкой, это все смотрится очень искусственно. Все становятся похожи друг на друга, и это не добавляет вам индивидуальности, и от этого вы не выглядите дороже. Это мое мнение. Так, одиннадцатый пунктик – это выбирайте вещи спокойных оттенков. Это дорогие оттенки. Это черный, белый, бежевый и так далее. Ну, и так далее. Это может быть изумрудный, сейчас он как раз в моде оказывается, вишневый, такой бордовый, шоколадный цвет. И это такие, но никак не яркие цвета. Яркие цвета, они не всегда смотрятся так хорошо и достойно, как вот эти вот спокойные классические цвета. А вот как раз таки и последний, двенадцатый пунктик – это никаких ярких крупных принтов в зимней одежде. Это все смотрится красиво на подиуме в журналах, но в жизни я бы не видела, чтобы красиво достойно смотрелось пальто с ярким принтом. Зимой мне, ну, я не видела такое. Намного красивее смотрится пальто спокойного бежевого оттенка, спокойного портового оттенка. Вот, кстати, мне очень нравится сейчас портового оттенка пальто. Серое, очень красиво смотрится. Кстати, серый тоже вот относится к предыдущему пункту вещи спокойных оттенков. Я забыла про серый цвет. Ну, серый – это классика, мы все знаем, что он всегда и подо все подходит. Поэтому никаких ярких принтов в моем гардеробе в зимнем нет. Я имею в виду верхняя одежда. Свитера, конечно же, могут быть с яркими принтами, почему и нет. Но если у вас верх с ярким принтом, то низ должен быть спокойный, без никакого-либо принта. Это мое мнение, конечно, это не истина последней инстанции. Это не значит, что всем нужно следовать именно вот этим вот пунктикам. Я рассказала про то, что близко мне. Честно сказать, я здесь следую всем этим пунктикам. Я с ними согласна, поэтому я выписала именно вот эти вот пунктики. У вас же это может быть по-другому. Сколько людей, столько и мнений. Пожалуйста, не кидайте меня тапками. Но напишите, какие есть у вас пунктики. Напишите мне под видео. Очень интересно. Все. Пока, мои хорошие. Будьте всегда красивыми, стильными. Главное, счастливыми будете.